Перед вами на сцене стоим, 17-ю школу прославить хотим. Город Череповец представляем. В команде, которая так и называлась, первоклашки, 5 мальчиков и 5 девочек. Ребята к конкурсу готовились несколько месяцев, репетиции проходили несколько раз в день. Выступления готовились в двух номинациях, детский танец и художественное слово. Отдельным номером была визитка команды. Мы на визитке стихи рассказывали, мы два танца, танцевали космонавты и веселые ребята. Команда получила кубок победителя в номинации детский танец. Приз особенно ценен тем, что жюри возглавляла звезда кировского балета Валентина Ганнибалова. Она отметила именно наших ребят. Нужно было много труда, чтобы хорошо станцевать. Ну, мы хорошо станцевали и станцевали аж на кубок. В художественном слове череповецкие первоклашки тоже добились успеха, заняли первые три места. Лауреатом первой степени стал Андрей Фоменко, второй – Полина Шибаева, третий – Данил Гавринов. Полина читала стихи о Великой Отечественной войне. Холода, когда бушуют снегопады, в Петербурге этот день особо чтут. Город празднует день снятия блокады, и гремит мороз на воздухе салют. Такие необычные дети учатся в самом обычном классе. Набор в этот класс был на общих условиях, никакого отбора детей не было. Дети поступали на общих основаниях, просто этот класс заниматься по системе Замкова. Это методика работы Ольги Николаевны Котиной. Котина Ольга Николаевна – заслуженный учитель, и она заслуженно проводит и учебный процесс, и все внеклассные мероприятия. При этом заслуги родителей юных дарований недооценить нельзя. Победа на конкурсе, в том числе и их заслуга. Родители приняли большое участие, спонсировали эту поездку, это все было за счет родительской платы. Родители готовили костюмы, родители сами собрались тоже с нами ехать, и там активно нам помогали. Уже в это воскресенье ребята участвуют в городском конкурсе «Тансплантация». Это просто нормальные дети. Ребята устают, но у них много энергии, и родители понимают, что мы не просто так, что мы готовимся к конкурсам, что у детей есть результат. Тансплантация!